Да, коллеги, спасибо большое Дмитрию. Мы давно дружим в компании Гиберметод и с сочувствующим искусственному интеллекту. Но мы тогда были по разные стороны реки. Насколько я помню, Дима любил пролог, а я писала на лиспе. Поэтому это было так. Ну, название у меня объявлено в докладе другое, но я хочу сказать, что когда стало ясно про полемический характер всего, и главное поднялся такой хайп, который сейчас мы имеем место. Вчера я только выступала на такой же конференции в нашем университете, посвященной искусственному интеллекту в образовании. Я как бы уже устала ругаться, и последнее, что я сделала с этим докладом, я поставила кавычки у слова интеллект, потому что все равно все плохо. Почему я выступаю? Потому что я давно этим занимаюсь. То есть, действительно, в Петербурге до сих пор есть отделение Ассоциации искусственного интеллекта, и до сих пор жив этот семинар, так что welcome, если кто-то хочет. Но я хочу сказать, что тот искусственный интеллект, которым я занималась, он называется old-fashioned. То есть, это старый искусственный интеллект, это на знаниях, все, что связано со знаниями. И оно не умерло, конечно, графы знаний живы, но сейчас рулит совсем другой. Вот, поэтому книжки эти, хоть и не устарели, которые я писала совсем, но сейчас явно мир ждет других книжек. Итак, с искусственным интеллектом. Нам не повезло в России с переводом, поэтому никакого искусственного интеллекта нету, а есть программы, моделирующие определенные когнитивные способности. Я знаю человека, которого надо расстрелять за термин искусственного интеллекта виртуально. Это человек, который перевел книжку Уинстона, первую книжку на русском языке по искусственному интеллекту, поскольку intelligence – это не интеллект. Интеллект – это гораздо мощнее. И вот там все когнитивные функции, они играют огромную роль. И убери любую из них, и интеллект будет совсем другой. То же, что моделирует сегодня intelligence – это, я не знаю, я боюсь сказать в процентах, потому что мощь нашего мозга не знает никто, кроме создателя, но это вот столько. И поэтому честные люди вообще-то не называют искусственным интеллектом, а называют «я большая лингвистическая модель». Согласитесь, она никогда не говорит «я искусственный интеллект, советую тебе, Петя, сделать то-то и то-то». Вот, это модель для постановки, и не более того. Как это случилось? Вот эти две ветки искусственного интеллекта, которые родились сразу. Вот люди, которые занимались моделированием нейросетей, они сказали, что поскольку единственная мыслящая субстанция – это серое вещество, надо его моделировать. Но как его моделировать, не знает никто. То есть, как устроен мозг, не знает никто. То это, я вам говорю, с ответственностью не как инженер-электрик, а как человек, который был на конференциях Blue Brain проекта европейского, который посвящен мозгу и стоит миллиард. Там вышел швейцарец, самый главный, сказал, вот мы уже несколько лет его фотографируем, да, на, на уровне, мы ничего не понимаем. Чем дальше, тем больше мы не понимаем. Люди, которые говорят, что они знают, меня прямо дико раздражают эти биологи, извините, если биологи есть в аудитории, которые говорят, вот мы вам сейчас расскажем алгоритм. Вот, ну, это, простите меня, ну, либо в лучшем случае заблуждающие люди, в худшем случае это проходимцы. Вот, никто этого не знает, и слава богу, что никто этого не знает, вот. Еще вдруг в Стругацке об этом говорили. Люди, которые жили в другой ветке, вот в том числе и я там живу, это символный искусственный интеллект, который говорит, мы не можем моделировать живое на неживом. То есть самолет моделирует полет, но это не птица, у нее ничего нет, ни клюва, ни крылья не машут, но результат-то прекрасный, летаем на самолетах. Поэтому давайте делать другие модели, но результат должен быть сопоставим с результатами человеческого интеллекта. Вот тут была смена парадигм, логичная, очень захватывающая история, но у меня просто нет времени, в конце концов, это можно почитать. Главное, откидывать шелуху, потому что очень много шелухи. Но здесь очень квалифицированная аудитория, насколько я понимаю, поэтому все это вы знаете. Ну и это сейчас все были у нас графы знаний, которые, слава богу, помогают нам и в соцсетях, и в поисковиках. А вот нейросети пережили не менее драматическую историю и выстрелили. Причем самое интересное, что выстрелили они неожиданно для самих авторов. Я читала статьи вокруг OpenAI много, и это удивительно, но они сами не ожидали. Они спорили, выкатывать ли эту версию, которую они выкатили для тестирования, не будет ли позора. А она стала вдруг так хорошо работать и улучшаться. И когда они увеличили число параметров до миллиардов, она стала еще лучше работать. Они думали, что так будет, но они не думали, что настолько. И последнее, что меня поразило, может быть, не все это успели прочесть, в мире примерно 3-5 человек понимают, как работает OpenAI. Все. Поэтому есть уже новый мем переименовать компанию в ClosedAI. И тогда все будет честно. Никто не знает. И опять-таки повторяю, я считаю, что это очень хорошо. Ну, нейросети всякие разные, все внутри. Самое главное понимать, что чат GPT ни в коем случае не закрывает весь искусственный интеллект, ни технологии, ни исследования. А исследования и технологии сейчас разошлись почти ортогонально. И мы сейчас все-таки говорим здесь, в этой аудитории о технологиях, которые мы можем применять. Успех беспрецедентный, революция страшная. Никто не сможет отсидеться. Это, конечно, родни книгопечатания по явлению. Может быть, еще страшнее, потому что масштаб книгопечатания все-таки был для образованных людей. А интернетом пользуются даже необразованные люди. То есть, на самом деле, трудно переоценить. Вот этот график лучше всего показывает. 10 миллионов они достигли за 2 месяца. Ни одна из программ, даже такие привлекательные, как ТикТок, не смогли этого сделать и близко. Ну, все слова, которые вокруг искусственного интеллекта сейчас, конечно, нам, как преподавателям, я думаю, здесь большинство преподавателей, лучше понимать до конца. Мы не сможем, может быть, это все, поскольку мы не специалисты, но, по крайней мере, что такое токен, что такое alignment, это очень интересно, воспитание или выравнивание искусственных сетей. И учить их не говорить глупости и не говорить на запретные темы. Я думаю, эти слова выучить надо. Но самое ключевое слово – это промт. На самом деле, собака вся зарыта в промтах, и кто будет писать хорошие промты, тот будет получать хорошие результаты. И один из способов борьбы с жульничеством студентов – это заставлять их при каждой работе писать промты, с которыми они обращались. И если они научатся это делать, вы увидите их ход, их рассуждений и прогресс, и это будет хорошо. Про перестановки. Да, действительно, стахастические попугаи, но там тоже все не так просто, потому что, если подставлять будет чушь, а мы получаем не чушь, мы получаем совсем не чушь, но мы начинаем получать чушь, если мы говорим долго. Я уже пробовала играть с GPT, я думаю, здесь все пробовали. Я попросила написать хорошие заглавия для моей статьи. Сначала она просто поменяла местами все слова, потом она стала менять комбинации слов, а потом она дошла до того, что появились бессмысленные комбинации, которые выглядели наукообразно. Поэтому, на самом деле, эксперт всегда поймет, что текст написан не студентом в том числе, потому что там всегда будут проскальзывать такие поверхностные, они выскочат невольно, некомпетентные. Ну, если текст достаточно длинный, конечно, длинные вещи, но в любом случае для английского мне очень понравилось. Она придумала такое красивое название для моего английского доклада, что мне стало жалко отдавать его на эту конференцию. Я подумала, нет, должна быть покруче конференция, чтобы с таким названием. Тут-то я еще сама как-нибудь справлюсь. Вот сейчас появилась куча вот этих вот черненьких досок с подсказками для подсказок. Сначала надо показать роль, потом тональность, какой ты хочешь получить ответ. И если бы от этого разобраться, то сейчас уже можно написать несколько разумных пособий для российских преподавателей, которые помогут. Самое главное – это преодолеть их страх. Ну, вот то, что пришло мне в голову ближайшее, это что можно уже использовать сейчас. Вот, и они очень настаивают. На Западе вот это рубрикс, они больны вот этими вопросами, ну, потому что там очень много вот этого программированного обучения, гораздо больше, чем у нас. И она хорошо придумывает вот эти вопросы. Да, хорошо придумывает. Вот, студенту пока я придумала два достаточно безболезненных задания, которые можно. Но я хочу сказать, студенты молодцы, у меня уже, наверное, нет времени, да? Все, я закончу. Просто они меня поразили в этом году, я читала курс искусственного интеллекта, который я взорвала полностью из-за чат GPT. И вот одна девочка придумала такое задание. Она дала чат GPT задачку написать маленькую сказку про каждую из компаний, больших, крупных компаний, ну, типа Марс, типа Кока-Кола. На английском у нас курс, на английском читается. И студентам в группе дала задание по этой сказочке угадать компанию. А другой программе, которая визуализирует, по этой сказочке нарисовать картинку про эту компанию. Вы знаете, получилось очень мило, и не все можно было угадать. Самое смешное, на почте России, что она сделала. Вот, на почте России были лошади и ковбои, которые везли на лошадях почту. Потому что там была фраза, что она работает хорошо, но иногда не очень быстро. Ну, вот, поэтому это было, ой, это было, почту России наши не угадали студенты, а остальные, в общем, угадали. Вот, ну, про детекторы еще хочу сказать. Они о себе много думают, детекторы. Они иногда, ты вводишь нормальный текст, а она говорит, да, это сочинил AI. Это вот, и это неправда, понимаете? То есть, и самое ужасное, вот как раз я вчера вечером читала последнюю статью, если начать учить чат GPT текстом, текстами и датасетами, составленными ей же, вот тогда на выходе получается уже чушь. Вот программисты нас называют кожаные мешки, поэтому они пишут, мешки должны, датасета должны составлять кожаные. Если только дать это машине, то это все взрывает, понимаете? То есть, это вся логика. Вот тут начинаются монстры порождаться. Вот, поэтому вот если вы сами обучаете, то надо очень осторожно. Ну вот, мне еще очень понравилась эта картинка о том, что никто ничего не понимает, а тихо сейчас стоит маленький котик за углом, понимаете? Собаки о нем, конечно, ничего не знают, потому что они собаки, а он котик. Вот. Теперь вот эта картинка тоже хороша, но видите, двери, на которой написано преподаватели вузов или школ, еще нет. Потому что, так что мы, ребята, еще поживем. Спасибо за внимание. Огромное спасибо. Татьяна Альбертоновна, да, прежде чем передать слово тем, кто формулирует сейчас свои вопросы, вопрос от меня достаточно частный, но, как мне кажется, важный. Вы указали, что одним из направлений использования искусственного, ну, сейчас, сейчас, ДПТ, прямо сейчас для преподавателей является составление тестов. А, насколько я знаю, самой творческой частью составления тестов является составление дистракторов, то есть правдоподобных, но не неверных ответов к вопросу. Вот как с этой творческой частью справляется чат ДПТ? Вы знаете, я, наверное, просто не смогу ответить на ваш вопрос, честно, потому что я не знаю. Дело в том, что я, мой курс устроен так, что у нас экзамен студенты пишут письменно и анонимно, но они у меня рисуют все. То есть у меня курс визуально-аналитическое мышление и системы искусственного интеллекта основан на визуальных моделях знаний. Поэтому они, я такого не делаю. То есть показать им, ну, это интересная мысль, сделать неверную карту, дать им, чтобы они нашли все ошибки. Но это мы делаем на лекции, такие упражнения мы проводим. Ну, вот я думаю, что с этим она справится легко. Если вы скажете, дай ошибочное суждение, она это легко сгенерит. Я не вижу трудности. Но правдоподобное. А она все правдоподобно делает. Это у нее в alignment записано. Все должно быть правдоподобно. Это вы знаете из опыта работы с преподавателями, которые должны составлять тесты, и с управляющими людьми с вузов, которые считают, что тест может составить методист. Главное возражение состоит в том, что главная творческая часть составления тестов – это составление дистракторов. Потому что правильный ответ можно взять из учебника, а неправильный ответ, но правдоподобный, может взять только человек, который в этой области гораздо шире имеет знания. Я с вами совершенно согласна. И более того, я считаю, что, конечно, я играла в это, когда был доступен КАХУД, помните это средство? Я играла со студентами, им дико нравится. И я, конечно, придумывала эти вопросы, что было трудно такие. Это очень трудно придумывать вопросы. И это страшно интересно придумывать вопросы. И во время придумывания вопросов ты понимаешь, что надо в лекциях исправить. Это удивительно. Они сразу влияют, вот как обратная связь мощная, мощнейшая. Спасибо за ваш вопрос. Так, я иду к тому, кто первый поднял. У нас вопросы есть всегда. Мы школьное образование. Меня зовут Шапира Константин Вячеславович. Замдиректора 17-й школы Петербурга. Вопрос, конечно же, про школу. Вы же понимаете, что сейчас начнут тащить АИ в школы. Начиная от чиновников и заканчивая энтузиастами. Или наоборот. А нужно, а если нужно, то что нужно сегодня школьникам в школе про это знать? И нужно ли им это знать из школы? Вы знаете, спасибо за ваш вопрос. Он, конечно, очень глубокий. Я не специалист по школьному образованию, но у меня два внука школьника. И я хочу сказать, что старший внук школьник в 366-й школе у нас учится. Он мне помогал, когда я осваивала Мид Джонни, например. Визуализацию, промты, там все из Дискорда, там все нетривиально. А они нас не будут спрашивать. Они уже используют. Когда я спрашиваю студентов, ну у меня, правда, третий курс. В начале курса по искусственному интеллекту. Кто пробовал? Это было в феврале, господа. В феврале. Когда только начинался хайп, кто пробовал чат GPT, все подняли руку. Вот ни одного человека не было, кто бы не поднял руку. Поэтому это остановить невозможно. Вы знаете, поскольку это такая большая и закрытая вещь, мне кажется, что надо пробовать очень активно, чтобы понять, какие творческие вещи. И самое главное, надо наковырять столько примеров отрицательных для них. И уже они есть. Она когда-то... Уже очень много мемов и шуток. И на русском языке особенно, потому что на русском не самая блестящая версия. Там почитайте вот это краткое описание алых парусов, которое сделала чат GPT. Но это на уровне вот этих анекдотов про сочинение наших школьников. Они будут смеяться. Они будут смеяться, но они поймут, что доверять нельзя. Надо показать галлюцинации. Надо поймать как можно больше галлюцинаций. Ну и, конечно, вот эти детекторы. Но детектором, понимаете, детектор ты один раз пропустишь, она скажет, что это сделано AI, а второй раз пропустишь, она может сказать, что это написал человек. Поэтому пока несовершенно. Очень ранняя стадия. Главное, мне кажется, открыться детям и сказать, давайте вместе исследовать. Вот у меня второе задание студенты сделали. Первое было. Мальчик делал фотографии и выкатывал по три, и группа должна была догадаться, какая фотография сделана AI, и какие фотографии реальные. Так же было с музыкой. Музыку угадали, картинку угадали, фотографию не угадали. Очень хорошее качество. Пять пальцев было на месте. То есть, ну, все. Редкость. Да, это редкость. То есть они и придумывают. Надо дать им творческие задания. Тогда они увидят несовершенство. Потому что вот эта моя девочка, которая первая, я говорю, сколько у тебя ушло на промты? Она говорит, ой, даже не спрашивайте меня. Ну, то есть в сумме часов 20. Понимаете? Это много. На пятиминутный квиз, на лекции. Это промтинг, это не так просто. Чтобы добиться от нее чего хочешь. Понятно. Кто-то еще поднимал руки. Так, и следующий. Да, Егор Апрельский, СТО компании Лаборатория Знаний. Вот вы как-то противопоставили нейросети. И графы Знаний. Я как такой небольшой фанат графов Знаний тоже. Мне кажется, что они в какой-то момент целются в экстазе. И будут вместе такое. Дай бог. Мы этого очень ждем. И я жду этого всю жизнь. Потому что на конференциях по искусственному интеллекту вначале были попытки соединить Machine Learning и Knowledge Based System. Но знаете, дальше, собственно, дошли до того, что нейролюди вообще перестали нас приглашать на эти конференции. Они отдельно собираются. Абсолютно. И тут тоже понимания очень мало. И со скрипом. Я вхожу в редакцию журнала искусственного интеллекта принятия решений. Статьи по нейросетям сначала тяжело проходили. Наши старцы не хотели. Потом им говорят, ну все, уже, Вася, все, твое время кончилось. Ну надо, надо. То есть это очень непростой процесс. Но понимаете, там принципиально разные парадигмы. Это было бы здорово, потому что именно графы позволили бы сделать прозрачность, откат. То есть объяснить, почему. Сейчас это же черный ящик в квадрате. На самом деле черный ящик не символьный AI. А черный ящик это нейросети. Никто не знает, на каком 131 шагу она сделала так или иначе. Понимаете? Я тоже читала сейчас статью про котиков. Желтые и синие котики. И желтых котиков было больше. Сеть так научилась. И поэтому, когда ей стали предъявлять новых котиков, она стала как-то все время тяготеть к желтым котикам. А потом стала делать их зелеными. То есть когда голубое с желтым сливается, и последняя выборка котиков оказалась вся зеленая. Понимаете? То есть надо понимать, а зеленых котиков изначально не было в выборке. И почему? Спроси ее. Здравствуйте. Инна Миронова, просто человек интересующий. Вот по поводу того, что никто не знает, как работает OpenAI. Возможно, больше бы людей знали, как работает OpenAI, если бы компания OpenAI открыла исходный код, как они обещали сделать изначально. Но потом они отказались от своего решения. То есть они открывали исходный код первых своих моделей. То есть GPT-1, GPT-2. А как только их программы начали приносить какую-то прибыль и успех, они отказались это делать. Так что... Да, но они это сделают специально. На самом деле это довольно опасно. Я не говорила об этических проблемах, но все понимают, насколько это опасно, и сколько будет фейковых новостей. И будет невозможно вообще... В том, в той помойке, что сейчас интернет, добавить еще контент, который... И он начинает появляться. Контент, созданный искусственной нейросетью, это, во-первых, выборку меняет, я уже говорила об этом, датасеты. А как это умы будет влиять, это вообще страшно представить. Но разве не страшно представить возможное использование искусственного интеллекта при непонимании людей, как он работает, и невозможности понимания, так как исходный код закрыт, использование этого искусственного интеллекта, например, правительствами стран, для того, чтобы массовую слежку сделать, какую-нибудь, как, например, правительство Америки делает. До конца, пока они не знают все. А слежка в Китае уже есть. Конечно. Но вы представляете, на какой уровень это может выйти, если давайте к этому искусственному интеллекту. Если они узнают, слава богу, у них нет такого количества кластеров и такой мощности вычислительной, которая есть у компании OpenAI. И, во-вторых, люди там уже умные, люди писали в манифесты о том, что надо регулирование срочно вводить. И я думаю, что до тех пор, пока не будет какое-то мировое регулирование, договорятся хотя бы до чего-то, маркировка этого контекста в сети или что-то еще. Я не думаю, что будут все тормозить широкое распространение. И пускать тормозят. Можно еще один вопрос? Я в продолжении, вот то, что девушка говорила, это немножко конспирология. Ивановиченко Дмитрий, библиотека Ушинского, Москва. Если вот сейчас нам выкатили на весь мир вот такую бесплатное пользование штукенцию, то что может быть действительно у тех, у правительств, да, с их ресурсами? Вот вы как специалист, может быть, что-то знаете про это? Нет, я, слава богу, не специалист в этом. И выкатили все-таки версию К3, сейчас бесплатно работает версия 3, которая еще не 3,5, которая не слишком хороша, и они говорят, что там информация накопленная в интернете, включая 21 год, 22-й, по-моему, уже даже не входит. Та версия 4, я думаю, там тоже очень много ограничений, о которых мы не знаем. Ну да, сейчас все спохватились. А что же может быть у тех, кто вот нам не рассказывает, да, то есть там у правительств с их ресурсами, деньгами, вычислительными ресурсами, то есть у них может быть там все уже на порядок круче стало? Вы какое правительство имеете в виду? Любое. Китайское, американское, российское. Вот на самом деле в технологиях рулят не правители, а рулят вот эти big tech. Поэтому я не думаю, что, например, у правительства США мощности больше, чем у гула, скажем так, или у меты. Это очень сложно сейчас с этими облаками. Ну, знаете, вот тут надо специалиста по кибербезопасности. Я не стану тут гадать на кофейной гуще. Но я точно знаю, что, ну вот, страшилок, время еще не пришло. По крайней мере, сигналов о страшилках пока не поступает таких уж страшных. Я озвучу вопросы из онлайна. Первый вопрос, это не вопрос, это просьба. Может ли спикер поделиться ссылками на труды, чтобы ознакомиться? На труды? На труды какие. Да, вы знаете, ну, Татьяна Гаврилова гуглится, там все есть. Это ответ, да, хорошо. И на английском, можно два раза набрать, тогда будут и на английском все труды, и на русском. Второй вопрос, посоветуйте сервис доступ... Альбертовна только надо, Татьяна Гавриловна много, Татьяна Альбертовна. Да, Татьяна Альбертовна Гаврилова. Пожалуйста, гуглите и получите все, что вам надо. Да, даже книжки там. Люди, кому-то не лень было сканировать мои книжки, и они выложены. Боже, берите. Это здорово. Второй вопрос, посоветуйте сервис доступный в России без танцев с бубнами. Абсолютно спокойно. Телеграм, чат GPT, бот работает вообще... В Телеграме, да. В Телеграме. Я тоже им пользуюсь, да. Я через Телеграм. И на русском работаю. Да, заходите в Телеграм, ищите чат GPT, и вам всплывает большое количество ботов. Любой из них, видимо, подойдет. Способствует ли применение искусственного интеллекта развитию критического мышления? Хороший вопрос. Понимаете, способствует ли чтение книг развитию критического мышления? Для тех людей, у которых способны к критическому мышлению, оно способствует. Чтение книг, так же, как и работа с чат GPT. Но, к сожалению, в целом поглощение информации маленькими порциями, без анализа, без ссылок, безусловно, вот это клиповое мышление, которое сейчас я в себе его ловлю, что там говорите вы, и в детях это страшно, конечно, не способствует, потому что нет времени думать, есть время читать. Понимаете, мы уже давно думать перестаем. Поэтому, но это ни в коем случае не является основанием для того, чтобы от этого отказаться, а сидеть в библиотеках, там, загонять туда детей, чтобы они читали книжки, которые, безусловно, являются, самое главное, тут сейчас вот от физиологов, я уверена почему-то, что чтение длинных текстов в книгах вызывает определенные когнитивные процессы, которые нам нужны для построения дискурса и рассуждений. Вот это надо делать точно, но вот это надо делать в школе и рано, потому что, если это не заложено, то потом уже взрослого не заставишь.